все началось с падения если долго мучиться что-нибудь как-никак с этого места начинается запись первое видео для нового канала блога и зов воды кстати вот это супер восточная вообще запечатано еще никто не видел деревья тормозят технику и кто бы мне сказал что это будет в июле 23 года но я к этому готов друзья а вы начинает новое как прыгать в воду главное нажать кнопку погнали друзья привет меня зовут олег я живу в санкт-петербурге и это мой персональный iphone микрофон какой iphone микрофон iphone микрофон как сегодня проснулся чувствовал что эти дни для меня очень важные ну бывает что делать так же как жизнь моя поменялась семнадцатом году все-таки создал канал это как раз из таких случаях в семнадцатом году в этом году уже загрузил по моему первый ролик и в девятнадцатом году я уже начал активно заниматься каналом youtube вкратце о себе друзья аудио инженер занимаясь системами подобия в аудио люблю путешествовать с детства занимаюсь фотографией основной мой канал касается и фотографии техники путешествий но здесь я все-таки хочу к вам быть ближе во первых во вторых не будет здесь тестов никаких не сумок не камер и не способов съемок не урбана не арта ничего здесь не будет здесь просто будут обыденные обыденные жизненные какие-то ситуации разумеется влога без людей не бывает поэтому я надеюсь что для меня вот легче переспать на следующий день что-то приду в моем влоге будет меньше воды и не так как сейчас в кадре да я постараюсь быть искренним друзья с вами для того чтобы может быть вы задержались на этом канале может быть вы что-то новое для себя откроете и возможно это будет город места но самое главное другая друзья атмосфера нашей жизни но весь весь наш все наше путешествие в жизни такое оно и есть поэтому это мое первое видео на этом канале поэтому я ничего не буду вас призывать к чему-то еще что-то заставлять не друзья если вам что-то что-то зацепит если нет я буду благодарен за то что вы уделили хоть секунду вашего драгоценного внимания а именно внимание в новом мире самая ценная часть и этим вниманием вы можете распорядиться это единство что вы можете сделать свою жизнь делать выбор фокусировать ваше внимание я очень люблю помидоры я путешествовал и был в греции в италии в турции без помидор жить вообще не могу шел за помидорами собирал их ел поэтому без помидор я не представляю себя без мяса могу прожить без помидор нет и в питере друзья какой-то культ помидорный поэтому я хочу сейчас отправиться на рынок давайте сегодня избавимся от воды в помидорах воду надо сохранять и посмотрим что же в помидорах сегодня новое для меня здесь огроменный перекресток его сейчас закрыли служа откроют я говорю ашан нет ашан типа мало помещения мне говорят и по какой-то счастливой последнее что я покупал в этом магазине были именно помидоры в это новый рынок который построили несколько лет назад мимо красной лестнице на старый на очень старый рынок слушай я хотел узнать некоторые говорят что в питере культ помидор помидоры без бургеров деньги на ветер это вообще реально до культ помидор что нету помидоры без черного хлеба деньги на ветер это может быть этот но просто в других городах такого отношения к помидорам нет что типа вот столько видов и я я обычно когда ездил ну обычно там два-три вида а здесь приходит прижать москве даже такого нет москвичи даже приезжают что у вас помидорами происходило что тут аукционы что ли то есть это не культ это просто нормально жить питера питер солнечный вообще запечатано но их в основном зимой привозят так они упакованы вообще шикарно как как шахматы ростов и астрахань так это у нас кубанские да очень вкусные кстати помидоры сегодня у нас будет много помидор вот эти я брал это я так на что из турции до ясень пень нет азербайджанские вот эти они кстати внутри внутри когда развязаешь они там часть красная часть желтая да вот эти они я такой не буду брать я я я лучше на ну а вот эти кстати это типа малиновка но они уже закончились все все те это те же самые это азербайджанские это это слива черри черри но они ведь какой формой необычный гармошка музыкальный да дальше обычные желтые черри это понятно слива видны и а вот это черри на ветке но они я такой а ростов вот такие на на возьму тоже я тоже возьму таких такие не пробовал дальше розовые тоже азербайджан да а дагестанские дагестан ну и желтые желтые man наверно тоже азербайджан да совсем недалеко от долгоозерного рынка на котором мы сейчас с вами были есть очень интересное место с восточной кухни и я туда прихожу все время чтобы брать самсу очень вкусная самса готовят на печи на в тендыре вот такая вот такая самса ареста просто суперская друзья если вы любите плов вам сюда друзья здесь готовят настоящий плов который я даже могу сказать точно абсолютно а что за канал я помню только увидел даже где-то три с половиной тысячи ничего себе про что канал к самому про музыку вы сами пишите или обзоры делаете а какой рэп или что все подряд это на музыка какая-то нет этно супер восточная то что я люблю любовь сергеевна меня олег у меня знают как фавионыч мы сегодня как раз говорили про экологию и про приморский район ну я живу в приморском районе с 88 года считаю что это самый лучший район хоть и на петроградке пожил то есть все равно для меня это район самый лучший и особенно вот когда я последнее время разглагольствую много я бы где вы живете я раньше был приморском часа говорю живу в лахте почему потому что вот я считаю что этот центр нового мира будет считается так или что вы скажете да тоже так считаю что это действительно центр нового мира и что называется всему наверное много не многого не знаем но тем не менее это ощущается это видно мы любим там очень гулять и конечно это просто замечательно я полностью согласна что и слава богу что есть развитие этого нового мира а что с вот этой эко тропой которые там сделали эко тропа как вы считаете вот правильно сделали что эту заболоченную часть да я я считаю что конечно что эту заболоченную часть сделали правильно это прекрасно здорово на самом деле вот эти ощущения которые там и у взрослых и у детей и это видно как люди ходят спокойно гуляют и вот это удивительно еще залив и все это действительно как вы сказали правильно это и зов воды кстати мы тоже почувствовали буквально были да вот мы позавчера там гуляли и это было удивительно знакомы теории синхронистичность юнга так читала читала да вот я считаю что то самое выдающееся что вообще у нас есть психологии наверное да потому что оно разнесено же во времени то есть события разносятся во времени и вот я сегодня проснулся я я точно знал что я сегодня создал откладывать никогда нельзя когда что-то приходит поэтому топлю за деревья за то чтобы к ним были применены особые законы во первых во вторых деревья это живые существа они общаются это все уже доказано поэтому ну и собственно говоря мой опыт мои озарения мои инсайты приходили как раз рядом с такими деревьями что происходит знаете почему Орел это вторая литературная столица у нас пять музеев улопоэтичных посвященных писателям орловцам нет нет а кто Андреев Леонид Андреев Лисков Тургенев музей Грановска музей Леонида Андреева вообще замечательный аутентичный там сохранилась вся дом в котором он живет предметы которые его окружают улицы по которым он ходил ну конечно же Спаская лутовина наша любимая там замечательные по выходным проходят концерты приезжают актеры необыкновенный сад но остатки дуба показывают сейчас что поросли появилась дуб в принципе хоть с корнем вырвало во время урагана но и что за дуб расскажите потому что у меня очень много по старым деревням выпусков тургеневский дуб посадил тургенев когда был еще мальчиком и вот он как находиться есть какие-то документы да фотографии да да конечно фотографии фотографии даже есть конечно и он когда уже умирал он писал в одном из писем поклонитесь моему дубу то есть он считал да был символом даже его родины это дерево все хранили ну и до сих пор к нему так вот относятся а вода вода есть водоемы вода есть ака исток аки замечательные много очень у нас монастырей так как это купеческий город на болхов будет города которые обязательно посещают все паломники православные необыкновенные церкви возрождаются монастыри очень много родников с их необычными звук такой здоровый разбойниками кодеярами да и вообще стоит посетить город особенно красивый город зеленый небольшой в отличие от питера но замечательный душе наталья наталья профессиональный культуролог а филолог мне везет просто обалдеть просто так что желаю вам конечно обязательно посетить орловщину кто смотрит мой канал основной технически знает что я записывал видео про апофению это явление когда человек начинает искать какие-то образы какие-то формы которых для других считает что это невозможно и я тоже подумал сегодня когда заходил в этот рынок что это относится к моей апофении ну красный помидоры встречал по пути люди в красных одежду потому что я хотел видеть красный помидор но друзья я повернул за угол и вот здесь и пройдя некоторое время зайдя в рынок первое кого я встретил женщину который очень много лет ходил покупал молочную продукцию сейчас я практически уже уменьшил в потреблении но она все время была в светлой одежде серое светлое белое я никогда друзья не видел ее полностью в красном не сверх все одежды были просто красного цвета такие же красные как моя куртка такие же как как красные как вот эта машина которая сбоку это синхронистичность карла густова юнга только этому можно объяснить никак не иначе поэтому друзья если вам понравился этот влог я призываю вас сделать так чтобы его увидели большее количество людей а для этого все что требуется это каким-либо способом его заметить и отметить вы знаете что делать в вы взрослые люди вам не нужно объяснять и если вам понравились ответы тех людей которые я сегодня встретил напишите что вы думаете по этому поводу и самое главное друзья напишите что вам понравилось и кто вам понравился в этом ролике а с вами был олег из санкт-петербурга и это был зов воды как обычно вот мы сегодня встретились около около ворот и вот я спросил последний все-таки ворота наполовину закрыты или наполовину открыты наполовину открыты вот будем считать что так спасибо вам огромное и будем вас смотреть обязательно мы с вами супер мне будет у меня будет первый подписчик не друзья этот рюкзак для помидор точно не годится надо брать другой но об этом совсем в другом истории